приветствую вас дорогие мои друзья с вами опять я татьяна шаломанова сегодня у нас онлайн гадание коротенькое онлайн гадание на тему кто или что мешает вашим делам вашим делам целям намерениям мечтам и так далее кто или что вам мешает на данный момент конечно же на данный момент и так сосредоточьтесь выберите какое-то конкретное дело или цель или что вот именно чтобы не расплывчато что всей жизни вашей мешает хотя принципе можно даже такой вопрос задать вот и выберите из четырех вариантов один какой-то вариант можете три варианта если у вас разные так сказать дела разные цели и разные вопросы и так первый вариант второй вариант третий вариант и четвертый вариант кто выбрал первый вариант так рыцари жезлов знаете здесь замешан какой-то человек человек который до препятствует препятствует ну пока скажем так не ясно не ясно не совсем энергично но тем не менее кое-какие тела движения он делает кое-какие пасы он вашу сторону кидает поэтому присмотритесь присмотритесь если вы в окружении не найдете такого человека или ваше желание как говорится абсолютно не не может соприкасаться с какими-то людьми то в данном случае рыцарь жезлов говорит что вы им своей малой активностью сами себе мешаете вам возможно надо выйти решительно выйти из какой-то тени решительно разобраться что как куда и зачем карта говорит в принципе то вы готовы можно сказать вы уже сидите на коне да вы готовы к движению но как бы не решаетесь не решаетесь более активно действовать и в этом ваш минус не исключено что кто-то действительно не уверен в себе либо знаете смотрит не совсем радужно что ли на все что он собирается делать или делает с одной стороны может быть как бы хочется а с другой стороны а надо ли это а зачем мне это а вдруг не получится вот мне эта карта знаете что напоминает кстати классический конечно рыцарь жезлов совершенно дает другую картину другие образы но в этой колоде немножечко по-другому мне вот эта картина напоминает тех кто не решается допустим продвигаться по карьере хотя хочется с одной стороны но присутствует нерешительность неуверенность в себе может быть даже от части какой-то страх хотя хочется либо отношения да хочется завязать с неким человеком более активные отношения более дал долгосрочные до партнерские любовные тут уж у кого что и в общем то есть некая готовность но но опять же внутреннее состояние внутренне может быть комплекс или еще что-то мешают понимаете так что мои хорошие просмотрите эти два варианта не исключено что кому-то и оба варианта присутствует да что есть персонаж который вас настраивает вот вселяет вас эту неуверенность да и плюс еще и действительно у вас это присутствует одно на другое накладывается и получается не очень хороший результат так идем дальше кто выбрал второй вариант ну десяточка чаш мои хорошие никто вам ничего не мешает наоборот я бы сказала даже помогают содействует вам может быть даже какой-то человек может это ваш партнер партнерша может быть любовник любовница друг подруга семья в том числе друзья мои но вам переживать нечем карта не показывает что кто-то вам мешает здесь мы видим абсолютную радость абсолютное такое единение скажем как у единомышленников у соратников у любящих людей и так далее друзья мои здесь я не ощущаю каких-либо препятствий для вас третий вариант а вот здесь интересно тройка мечей конечно же я думаю вы уже без меня поняли что да присутствует негативные вибрации в вашем окружении с чем они могут быть связаны я думаю что скорее всего с каким-то энергетическим вмешательством у кого-то может быть даже с магическим вмешательством да есть еще кое-что кроме присутствия каких-то недоброжелателей до тройка мечей очень четко показывает наличие наличие такого такого факта но может быть что там внутри вас выводит вас из равновесия такое бывает да что вы никак не можете себя сами собрать в единое либо не видите как говорится окончательного результата либо не уверены что надо ли вам или не надо ну разные причины приводят к тому что вот вы входишь из этого не чувствуешь точки опоры причем очень четко не чувствуешь эту точку понимаете полная разбалансированность даже наличие опыта каких-то ресурсов не дают вам ну сосредоточиться что ли не дают вам увидеть краски да краски жизни или краски происходящего ну если по-простому не дают вам радоваться ну вы сами понимаете когда человек позитивно настроен у него и дела идут хорошо и он в состоянии справиться со всем и с трудностями и с закрылся в себе как в ракушку что-то там себе надумывает что-то там себе рисует в голове да и вот это все она не очень дает для вас хороший результат но есть еще момент для тех кто магичит эта карта говорит о том что как что-то вы неправильно делаете да либо инструментарий выбрали неправильно либо нарушаете какой-то порядок в ритуале или еще что-то и поэтому действительно у вас не получается так что подумать вот такая сложная конечно ситуация для вас друзья мои она может говорить и о том что и кто-то вам мешает и в том числе и вы сами себе ладно четвертый вариант давайте смотреть что у нас ну семерочка чаш тут скорее всего друзья мои вы сами себе мешаете не слишком замечтались слишком витаете в облаках не видите реальные картинки реальных каких-то обстоятельств вокруг вас или не видите человека в реальном свете что он из себя представляет может слишком на кого-то надеетесь может слишком кому-то доверяете и люди этим пользуются но основная основная друзья мои причины это конечно вы вы сами поэтому карта говорит как бы перестаньте мечтать витать в облаках спуститесь на землю и все у вас будет хорошо вот такой ответ ну что ж друзья мои спасибо вам большое за внимание всех благ вам и до новых встреч